Такого ажиотажа на пресс-конференциях железнодорожников я, честно говоря, давно не видел, но оно и понятно. Тема отмены электричек обсуждалась в СМИ весь прошлый год. Но после вмешательства президента России ситуация начала меняться в лучшую сторону. Для начала объясню. Сегодня в области работают три компании-перевозчика. Самая крупная – это саратовская пригородная пассажирская компания. И вот ее представители сегодня и общались с журналистами. На этой неделе они вернули девять новых электричек и продлили маршруты еще четырех. Тарифы остались на уровне прошлогодних цен, то есть каждый километр пути сегодня стоит полтора рубля. Тарифы – это мы в этом году пока закладываем в бюджет текущий тариф. Решение по тарифу увеличения будет принимать правительство области. Он сейчас в связи с получением нового заказа откорректируется в комитете по тарифам. И мы ждем его выхода, наверное, в первых числах марта. К сожалению, не было сегодня на пресс-конференции представителей от Министерства транспорта и правительства. Дело в том, что они хотели отказаться от услуг саратовской пригородной пассажирской компании и с нуля создать новые предприятия. Но, по словам железнодорожника, в нынешней экономической ситуации это маловероятно. Даже не являясь профессионалом, вы, наверное, понимаете, что это не просто 5-10, это, наверное, десятки миллиардов рублей. И здесь один есть момент. Даже если найдется инвестор и найдутся эти люди, то нужно понимать, что эти инвестиции нужно как-то возвращать. И они все равно будут либо в тарифе, либо в бюджете, в разнице между себестоимостью и тарифом. То есть или население, или региональный бюджет. На вопрос журналистов о будущем электричек железнодорожники ответили, что худшего варианта развития событий все-таки не стоит рассматривать, так как пригородные перевозки – это очень важная социальная сфера. Продолжение следует...